так давайте начнем с того на чем завершили предыдущие наши занятия поставьте пожалуйста плюс в чат если видно редактор спасибо большое в общем если 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 вы помните то в конце нашего прошлого занятия мы разбирались с примером тайм от фьюча и то время как принципе у этого здания есть хорошее решение вот с использованием типа бокс фьюча я предложил вам найти решение лучше которое не связано с дополнительной локации памяти бокс фьюча это тип который полоцирует дополнительно память на куча там размещает нашу асинхронную футуру ну и соответственно просто тратим дополнительную локацию памяти дополнительное место в кучу в этой задаче можно обойтись и без этого если мы будем хранить футуру футуру либо ссылку не напрямую и я показал показал вам решение который фактически до которого мы вместе дошли в котором мы храним внутри нашей тайм от фьюча храним припиненную ссылку мутабельную ссылку на наш на нашу футуру эту припиненную ссылку мы формируем внутри нашего конструктора используя ансей в блок кода используя вызов ансей функции pin new unchecked и казалось бы у нас со стороны все работает в конструктор нашу туру мы передаем уже не саму футуру реквест а мутабельную ссылку на локальную переменную припиниваем ее в конструкторе затем внутри нашего метода пол мы используем вспомогательный метод as mute который у нас приходит из типа pin стандартной библиотеки и соответственно можем эту футуру вполне успешно заполить да то есть это решение работает можем в этом видится запустив запустив его компилятор ни на что не ругается код тоже вроде бы работает нормально проблема в том что на мой взгляд это решение не является безопасным с точки зрения гарантии которые мы обязаны компилятору предоставить дело в том что мы используем для конструирования примененной мутабельной ссылки unsafe функцию pin new unchecked если мы откроем документацию к этой к этой функции мы увидим что достаточно много текста написано в разделе сейфти то есть описаны те инварианты которые мы должны поддерживать в нашем коде чтобы безопасным образом этот метод применять и на мой взгляд мы не применяем его достаточно не тот файл мы не не применяем его достаточно безопасным образом что мы должны гарантировать компилятору мы должны гарантировать компилятору что после припинивания ссылки на локальную переменную данные которые лежат за этой ссылкой никогда не будут перемещены к сожалению в данном api это не выглядит правдой мы в конструктор нашей футуру передаем ссылку а после того как мы эту футуру создали технически технически мы можем тут выполнить дроп или выполнить какой-нибудь замудренный шедуин переменной в общем я предполагаю что данный код не является безопасным мы можем переместить наши данные уже после того как мы их отправили отправили наш конструктор и возможно этот код будет работать правильно в ста процентах случаев но на мой взгляд все таки такого такого недостаточно и мы сегодня на сегодняшнем занятии будем говорить про ансей в блоке будем говорить про то как именно их они используются для поддержания различных языковых вариантов будем говорить про проектирование api с точки зрения как раз таки безопасности кода но это отличный отличный пример чтобы чтобы начать собственно какое есть у этой проблемы решения на мой взгляд правильный дизайн это когда это когда внутри нашей time and future мы храним не припиненную ссылку а мы храним непосредственно ну какой-то generic параметр t то есть непосредственно саму фтуру и соответственно в конструктор тоже футуру реквест мы передаем не по ссылке а по значению перемещаем перемещаем ее внутрь к сожалению в реализации метода пол у нас возникают некоторые проблемы во-первых у нас уже больше нету метода азмьют у нашего ну вернее метод азмьют у нас есть но он возвращает не то что нужно то есть если мы попробуем тут применить салфинер азмьют как у нас было написано до этого а ну да фактически да фактически нас даже даже самого метода метода нет потому что он определен только для только для анпин типов в общем мы не можем даже позвать азмьют и нам в результате нужно получить из пин мьют селф нам нужно получить пин мьют т то есть припиненную опять же мутабельную ссылку на нашу внутреннюю футуру мы в принципе можем этого добиться у пина есть ансейф опять же методы например map unchecked mute который получать позволяет достучаться до внутреннего поля через создание так называемой проекции если вы слышали про линзы из хаскеля вот это примерно тоже та же самая штука когда мы когда мы получаем из обернутого указателя из припиненного указателя мы получаем припиненный указатель на 1 из полей фактически это тот же самый концепт с функциональным программированием то есть мы фактически можем получить футуру можем ее полить но тут возникают проблемы с баровингом с доступом к полю старт компилятор тут нас ругается что во первых у нас нету мутабельного доступа к внутренностям пин-мут-селф а у нас теперь так как мы храним футуру так как мы храним футуру мы указали что-то это future это у нас вся структура перестала быть анпин типом теперь ее уже небезопасно перемещать просто после припинивания в общем возникают различные проблемы я уверен что эти проблемы можно решить написав тут некоторое количество кода я к сожалению не не было у меня достаточно времени чтобы все тут правильно написать но к счастью есть все решения гораздо более простое гораздо более ну если вам угодно и дематичные которые избавляют нас от всех этих головных болей по поводу unsafe кода по поводу борьбы с баров чекером достаточно просто добавить нам одну из зависимостей который называется который называется пин-проджект это крейт вот я его указал в cargo.tml и соответственно в своем коде я использую процедурный макрос определенный внутри этого крейта также называется пин-проджект я указываю те поля моей таймед фьючера которые я хочу доступ к которым я хочу получить через припиненные ссылки для этого я указываю атрибут пин вот на поле иннером что мне это дает что мне дает этот процедурный макрос он дает мне метод project или project наверное правильно ударение делать в данном случае которые опять же как линзы из функционального программирования кстати поставьте кто нибудь плюсу в чат кто слышал вообще про линзы и хоть примерно поднимает что то такое на прошлой неделе на лекции по фп были линзы вот видите как повезло ну вот собственно та же штука project это у нас линза которая из нашего припиненного mood self позволяет получить структуру содержащие припиненные или не припиненные ссылки на поля то есть вот это вот это локальная переменная вис теперь у нас содержит те же самые поля ну вернее ссылки на те же самые поля и мы можем например к старт достучаться просто через оператор точку и мы также можем напрямую вызывать у поля иннер метод пол потому что в данном случае у нас иннер будет иметь тип пин от мутабельной ссылки на вот это наше внутреннее поле на наш generic параметр time то есть тут у нас все типы сойдутся и это решение совершенно прямолинейно в коде который требуется написать то есть все что вам нужно это добавить вот атрибут на структурку и заменить все вызовы селф на вызовы селф project ну и этот код совершенно точно работает совершенно точно безопасен потому что мы не написали ни строчки он сейв кода опять же про то что это означает мы сегодня будем говорить и все работает в общем я да такие ситуации когда вам требуется работать с припиненными ссылками с структурами которые содержат припиненные поля с линзами вот этими они достаточно ограничены в большинстве случаев все уже за вас написано чаще всего вам приходится с этим работать когда вот вы пишете вручную какие-то комбинаторы для футуру как у нас тут таймер таймер фьючер это фактически комбинатор поверх других футур вот в таких ситуациях иногда у вас возникает необходимость такие штуковины применять и в таких штуковинах разбираться в остальном это в общем то не требуется еще помню в конце предыдущего занятия был вопрос который меня просто в смятение привел вопрос был такой что futuro request это not an pin тип этот тип который небезопасно перемещать потому что футуру нас самосылающиеся структуры под капотом и возник вопрос а как же мы эту футуру передаем то в конструктор у нас же тут фактически происходит перемещение значит у нас наша самосылающая структура должна инвалидироваться и признаться это действительно меня меня сильно удивило и заставило задуматься что как-то до этого до этого я не обращал на это внимание но в чем в чем состоит суть анну пин ну трейты anpin и not anpin они имеют значение только для во первых ссылок и указателей во вторых только для припиненных ссылок и указателей то есть именно для типа pin вы можете без проблем совершенно перемещать вот эти вот эти самосылающиеся структуры это не значит что это безопасно сделайте самосылающуюся структуру самостоятельно то перемещаете ее она сломается но сейф раз безопасный раз позволяет вам это делать без каких-то ограничений со стороны компилятора единственное что он запрещает это перемещать данные которые уже были припинены через использование вот этого типа pin то есть как только мы из нашей футуры сделали припиненную футуру pin mute cell вот в этот с этого момента начиная мы должны уже перестать перемещать эту футуру в памяти и ну за нас это делает в общем-то экзекьютор токио в данном случае он футуру он получает припинивает и уже после этого то место в памяти где она лежит не трогает да ну и собственно если вы даже можете заметить что наш экзекьютор который мы написали он фактически делает то же самое сейчас я найду метод нужный найду нужный метод да то есть фактически вот метод boxed который мы вызываем когда футуру отправляем наш экзекьютор он же выделяет на кучу память туда помещает футуру и припинивает ее вот с этого момента она не перемещается до этого она могла перемещаться то что это разрешено объясняется очень просто хоть футуру у нас самосылающиеся структуры до того как вы начинаете исполнять их исполнять в экзекьюторе они как бы не инициализированы то есть их внутренние поля не содержат каких-то особо важных указателей на локальные там локальные данные и поэтому до того как вы начали футуру исполнять в экзекьюторе с ней можно обращаться как угодно как только экзекьютор начинает исполнение там уже компилятор вынужден вот эти гарантии исполнять в общем как вы можете заметить тема с пинами тема с внутренностями осень кода в раз это достаточно запутанная область не сказал бы что это меня сильно радует но с точки зрения пользователя языка хотелось бы конечно чего-то попроще но вот в угоду максимальной производительности максимальной эффективности внутренней реализации был выбран такой подход а сейчас предлагаю поговорить про ансей про неопределенное поведение в раз в том числе и собственно перейти к теме сегодняшнего занятия начну с несколько отвлеченной кстати темы которые мне очень хотелось вставить в эту презентацию не смог удержаться нашел ее в какой-то ну в презентации там с прошлого с прошлого курса в одной из глубоко закопленной зачем в языке вообще нужны разделение на мутабельные и иммутабельные ссылки то есть у нас в языке есть два типа для ссылок и у нас вокруг этих ссылок есть специальное правило заимствования что у нас ссылка не может пережить значение на которое указывает и не может быть более одной мутабельные ссылки и только одной вопрос состоит в том а зачем это вообще потребовалось то есть вы можете ответить но вы можете сходу ответить что ой нужно для безопасности памяти но окей это в определенных контекстах как бы обеспечивает безопасность памяти но нельзя сказать что вдруг во всех других языках вы прямо что-то ужасное можете сделать там переместив какую-то переменную после того как ссылку на нее отправили отправили в другую в в другую функцию то есть там в условном в условном go например у вас там вроде бы особых проблем связанных с этим нет зачем же в раз то потребовалось кто-нибудь может сформулировать какие какую роль исполняют вот мутабельные ссылки и вообще разделение на и мутабельные и мутабельные ссылки в языке я бы даже выделил три основных причины почему в языке эти штуковины появились и почему они удобны так пока никаких положение не вижу давайте начну 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 раскрывать карты я бы вот выделил три причины перечисленные на слайде и ну две последние они на самом деле менее важны то есть в раст мутабельные ссылки могут применяться для ограничения многопоточности чтобы предотвращать некоторые случаи так называемых race conditions конфликтов между разными потоками многопоточных приложениях вторая причина это то что мы можем проектировать более безопасные с точки зрения управления памятью коллекции ну и вообще другие примитивы на этом я сейчас остановлюсь там буквально на следующем слайде но одна из главных наверное причин это то что наличие мутабельных ссылок в языке позволяет очень важные и очень мощные оптимизации производительности эта категория оптимизации называется aliasing based оптимизации и про них вот мы сейчас несколько подробнее остановимся ну сначала про вот эти две две на мой взгляд менее важные причины в других языках вот как-то без этого обходятся и в общем-то все плюс-минус работают ну понятно что у нас можно вот это разделение на иммутабельность иммутабельность использовать при проектировании API скажем в векторе у нас если мы итерируемся по вектору по вектору иммутабельно то мы в общем-то уверены что внутри вот этой итерации внутри этого цикла for мы ничего плохого с вектором сделать не сможем мы не сможем вызвать у него метод push не сможем удалить из него какой-то элемент посредине итерирования в общем да и кроме того мы знаем точно что в процессе этого итерирования у нас тут вот этот указатель ptr на первый элемент который мы запомнили он никогда у нас не инвалидируется никогда у нас не произойдет реалокации данных внутри этого цикла for ну и мы можем быть уверены что указатель ptr всегда будет указывать на одно и то же место в памяти которое содержит один и тот же конкретный элемент вектора ничего тут у нас не сломается в некоторых языках можно выставить себя в ногу с этим в других языках там активно применяются и мутабельная коллекция чтобы вот эти проблемы обходить ну вот в Rust решили использовать разделение мутабельность и мутабельность соответственно если мы попробуем тут взять мутабельный указатель то итерирование по вектору у нас уже будет невозможным раз тут нам запретит это делать ну и запретит он нам это делать частично по той причине что еще мутабельные ссылки можно применять для ограничения многопоточности а мутабельные ссылки нельзя отправлять в другие потоки поэтому мы таким образом естественным образом мы естественным образом лишаем себя целого ряда возможностей выстрелить в ногу то есть если у нас изначально нету мутабельной ссылки на переменную с другого потока мы не сможем ее одновременно с другим потоком попытаться изменить тут все довольно просто наконец про aliasing based оптимизации это достаточно интересная тема в современных языках низкоуровневых языках программирования и в проектировании компиляторов вообще aliasing вы, я думаю, это уже должны знать это ситуация, когда у нас два указателя указывают на пересекающиеся области памяти то есть указатели могут указывать на один и тот же адрес в памяти либо они могут указывать на два пересекающихся области скажем, на два пересекающихся массива ну или даже слайса на тему вот этого aliasing и aliasing based оптимизации, про которые я буду дальше говорить есть очень хороший доклад Дмитрия Кашицына на, по-моему, C++ Russia называется троллейбус из буханки, aliasing и векторизация VLVM вот на него ссылка на слайде рекомендую посмотреть всем, кто интересуется низкоуровневыми оптимизациями доклад не то чтобы про Rust, но Rust там тоже упоминается ну и очень-очень краткая, я, наверное, основные тезисы касающиеся Rust из этого доклада постараюсь повторить в целом у нас все оптимизации принцип всех оптимизаций, которые компилятор умеет делать заключается в том, что мы не делаем то, что можно не делать мы просто избавляемся от каких-то ненужных действий ну и кроме того, если мы можем что-то сделать один раз нет никакого смысла делать это дважды если одного раза достаточно да, причем если мы можем получить один и тот же результат с меньшими усилиями, например, через перестановку каких-то операций или через какие-то эквивалентные преобразования нашего исходного кода то, наверное, стоит так и сделать почему и нет, результат-то в итоге будет один и тот же, видимый но мы затратим меньше ресурсов все у нас оптимизации, наверное, крутятся вокруг этих принципов и как вы знаете, у нас Rust используют под капотом компилятор LVM и забавная штука, что вот эти aliasing-based оптимизации в LVM были на протяжении многих лет сломаны ну там, скорее отключены и только то, что Rust начал эти оптимизации использовать начал генерировать код, который на них полагается который их поддерживает это привело к тому, что в конце концов в LVM вот совсем недавно условно год или полтора назад эти оптимизации пофиксили и включили обратно и в том числе теперь другие языки тоже получили некоторый прирост производительности благодаря вот Rust да, мы говорим, наверное, в основном про процессоры на архитектуре x86-64 у нас ассемблер для этих процессоров представляет собой достаточно обширный набор очень простых атомарных ассемблерных команд для максимально быстрого доступа к данным у нас используются так называемые регистр процессора и для доступа к более обширным данным но более медленного доступа у нас используется оперативная память ну там она условно у нас кэшируется но на данный момент неважно у нас в принципе работа с регистрами и памятью по сути всегда разделена чтобы понять, что такое aliasing-based оптимизации и как они могут применяться в реальном коде давайте посмотрим вот, например, этой функции функция compute, которая принимает две ссылки на вход одна ссылка, ну мы на Rust пишем поэтому одна ссылка у нас иммутабельная другая мутабельная из одной мы только читаем, другую еще и пишем мы смотрим на значения нашей переменной input и в зависимости от условий, которые мы тут написали output переменная у нас принимает различные значения мы можем как бы самостоятельно скомпилировать этот код преобразовать его в какой-то простейший ассемблер ну и все, что нам нужно, это посчитать количество инструкций по чтению данных из памяти и по записи памяти то есть все у нас арифметические операции в общем-то выполняются через регистры для каждой арифметической операции для каждой операции сравнения мы должны сначала прочитать данные из оперативной памяти загрузить их в регистр затем прочитать из регистра записать в какой-то регистр результат таким образом у нас постоянно данные внутри процессора путешествуют если мы посчитаем, сколько у нас тут обращений на чтение и на запись то получим примерно такую картину сначала мы читаем переменную input затем можем записать переменную output во второй ветке мы снова читаем переменную input и мы фактически тут сначала читаем значение из output затем умножаем его на 2 и затем записываем его то есть в сумме в худшем случае у нас получается если оба этих условия их выполняются у нас получается только 3 операции чтения и 2 операции записи не так уж и плохо, но можно сделать лучше как можно сделать лучше? можно трансформировать этот код в эквивалентный мы можем добавить, скажем, дополнительную локальную переменную кэшт инпут значение нашего инпута мы можем зафиксировать мы можем один раз его прочитать из оперативной памяти сразу поместить в какой-то регистр и затем из этого регистра уже во всех операциях во всех операциях это значение использовать да, и кроме того мы можем провести такую оптимизацию что обратите внимание, если у нас сначала output равным 1 а потом мы его умножаем на 2 полезно, в общем-то, сразу занести значение 2 туда нет смысла нам откладывать эту операцию разделять эту операцию на 2 действия то есть мы можем преобразовать код к эквивалентному и сократить таким образом количество обращений к памяти мы один раз читаем переменную input ну и в худшем случае мы еще раз прочитаем output и затем запишем output то есть тут у нас опять же ветки ив разделены они никогда не выполнятся у нас одновременно ну в смысле одна за другой казалось бы, мы достигли вполне ощутимого прироста производительности то есть сократили количество обращений с памятью в крупных приложениях это очень сильно на нас повлияет в более крупных примерах но в этом коде есть одна проблема, которую Rust успешно решает допустим, в Rust у нас вот эти иммутабельные и иммутабельные ссылки ничем бы не отличались не было бы правил вот этого заимствования можно было бы просто эти ссылки как там в C указатели использовать тогда бы мы написали такую функцию compute и могли бы написать следующий ее вызов взять локальную переменную и в оба аргумента передать ссылки на одну и ту же переменную именно эта ситуация у нас называется алиасинг и именно этой ситуации у нас все современные компиляторы C и C++ стараются всеми силами избежать в C у нас есть специальное ключевое слово в языке даже restricted для того, чтобы доказать компилятору, что у нас алиасинг никогда не происходит но в Rust это как бы даже не на уровне ключевых слов встроено а на уровне примитивных типов языка на уровне двух разных типов слов то есть такой код, к сожалению, приведет к неправильной работе оптимизированной версии нашей функции обратите внимание, та версия, которую мы изначально написали не оптимизированная, она будет работать абсолютно так же вот проблема в основном у нас с оптимизированной версией происходит да, если я ничего не путаю но, к счастью, у нас Rust вот от такой ситуации очень хорошо защищает он просто не дает нам возможности одновременно создать и мутабельную, и мутабельную ссылку на одну и ту же локальную переменную а компиляторы догадаются сам вынести в кэшт импут или это надо делать руками? да, тут в принципе, ну, LLVM выполнят эти оптимизации самостоятельно то есть то, что мы вот сейчас модифицировали руками это просто для демонстрации оптимизации, которую компилятор сам применяет современная версия LLVM ну, я сейчас не буду прям со стопроцентной уверенностью говорить оптимизация компилятора темный лес но нет никаких причин, почему он не может это сделать самостоятельно и то, что Rust ему помогает то, что Rust там на уровне аннотации для LLVM байт-кода он помогает LLVM понять, что вот эти оптимизации валидны что их действительно можно провести и они никак не повлияют на результат вычислений именно вот эта возможность как бы на уровне типов доказывать такие вещи она приводит к возможности очень сильной, очень мощной оптимизации применять да, то есть в целом вся суть LLVM байт-оптимизации заключается в том что если мы знаем, что у нас никогда в коде не происходит алиасинга то есть у нас не встречается в коде таких ситуаций когда два разных указателя указывают на пересекающейся области памяти в этом случае мы можем применять вот эти хранения RIDON для переменных в регистрах то есть при кэшировании их, кэшировании чтений из оперативной памяти причем когда мы знаем, что к памяти не обращались между чтениями вот тогда мы можем всегда кэшировать в регистре мы можем оптимизировать лишние записи когда мы знаем, что между разными чтениями к памяти не обращались между разными записями к памяти не обращались на чтение. И мы можем различными образами менять порядок чтения и записи, и таким образом тоже добиваться каких-то улучшений производительности. Это уже, конечно, компилятору решает. В общем, рекомендую посмотреть доклад. Какие-то основные, наверное, тезисы я тут перечислил, но в любом случае я думаю, Дмитрий справится лучше меня с объяснением того, как это применяется. Да, когда мы говорим про безопасность в Rust, когда мы говорим про unsafe в Rust, мы в любом случае затрагиваем тему неопределенного поведения. Defined Behavior это широко используемая в других языках концепция, скажем, не во всех других языках, но в C++ наиболее широко применяются эти два волшебных слова. Если мы обратимся к Википедии, то мы знаем, что неопределенное поведение это свойство некоторых языков программирования в определенных ситуациях делать неожиданные вещи, которые зависят только там от фазы луны, реализации компилятора и любых других внешних факторов. Грубо говоря, если у вас в коде есть неопределенное поведение, это означает, что при исполнении этого скомпилированного кода произойти может ровным счетом что угодно. У вас может удалиться ваша база данных, у вас может вызваться функция, которая в коде нигде не вызывается, у вас может не вызваться функция, которая везде вызывается в вашем коде. В общем, спектр возможных проблем при наличии неопределенного поведения, он, наверное, бесконечен. Но понятное дело, что реалистично, чисто с практической точки зрения, в большинстве ситуаций то, что у вас в коде UB, это никак на вас не повлияет. То есть огромное количество программ, написанных на C, на C++, по сей день активно используются, содержат, наверное, десятки, сотни случаев использования неопределенного поведения, но при этом работают плюс-минус стабильно и никак внешним образом это не показывают. То есть тут следует понимать, что вот эта борьба с неопределенным поведением на путь, который встал Rust, она имеет определенный практический смысл, но, конечно, трудно спорить с людьми, которые говорят, что, а, ну вот я пишу код на C уже 20 лет, и у меня ничего плохого не происходит, я все прекрасно знаю, прекрасно знаю все особенности своего компилятора. Трудно спорить с такими людьми, но Rust все-таки какое-то качественное изменение вот в эту ситуацию вносит. Наиболее полный источник информации про неопределенное поведение в языке, про unsafe Rust, содержится в книге, которая называется Rustonomicon. Ее можно почитать вот по ссылке на слайде, но какие-то моменты из этой книги мы сегодня поразбираем. Прежде всего, мы должны определиться, что такое неопределенное поведение именно в контексте Rust, то есть какой код приводит к неопределенному поведению в вашей программе. На самом деле способов вызвать неопределенное поведение удивительным образом не так уж и много. Что вы можете сделать? Вы можете разыменовать указатель, который null, который никуда не указывает, либо неправильным образом выровнен. Тут мы говорим прежде всего, наверное, про сырые указатели. Ссылки, трудно ссылки таким образом сломать. Опять же, без использования unsafe. Mutable aliasing как раз таки то, что мы только что обсудили. Если вы создаете две мутабельные ссылки на одну и ту же переменную, или вы создаете одну мутабельную, одну и мутабельную, то это тоже приводит к неопределенному поведению. Как раз таки из-за того, что компилятор пробует применить оптимизации, но результат кода после этих оптимизаций отличается от результата dot. Можно вызывать функции с неправильным ABI, но это прежде всего относится к функциям из C-библиотек, или возвращать значение из функции с неправильным ABI. Такую ситуацию можно получить случайным образом, когда вы, например, сигнатуры C-шных функций, наверное, неправильно описываете, и компилятор просто генерирует неправильный ассемблерный код для их вызова в результате. Но это достаточно редкая штуковина. В большинстве случаев за вас там какой-то или компилятор, или инструментарий ваш, он следит за тем, чтобы такого не происходило. Кстати, про вызов C-шных функций мы, наверное, на следующем, возможно, занятии поговорим. Data-race. Это ситуация, когда вы пытаетесь модифицировать значение одной и той же переменной, одной и той же области памяти из разных потоков, в общем-то, схожа с ситуацией алиасинга. Трудно это сделать без достижения алиасинга сначала. Можно технически попытаться выполнить код, который был скомпилирован с такими настройками компилятора, что он на вашем процессоре работать не может. Тут, в общем-то, может произойти что угодно, но это неопределенное поведение, но по факту в большинстве случаев у вас просто бинарник упадет с ошибкой, а операционная система просто откажется его исполнять после того, как встретит какую-то неподдерживаемую инструкцию. То есть, в общем-то, ничего страшного тут не произойдет. Широкий спектр неопределенного поведения может случиться, если вы в ваших переменных храните значения, которые данному типу не подходят. К этим значениям относятся, например, булевые переменные, внутри которых не 0 или 1. То есть в раз булевые переменные это всегда число, ну, это всегда один байт, либо 0, либо 1 строго. Если вы каким-то образом получили булевую переменную из другого числового значения, то это у вас уже может привести к неопределенному поведению. Ну, вернее, приводит неизбежно. Также можно сконструировать перечисление, у которого внутренний дискриминант тоже является невалидным значением, то есть там у вас перечисление 3 варианта, вы создаете перечисление, инстанс этого перечисления с дискриминантом равным 4. Это тоже невозможно. Нулевой указатель на функцию, это тот тип, который fn и сигнатура функции. Невозможно в раз создать нулевой указатель на функцию, когда его инстанциируете, вы всегда какую-то функцию должны указать в качестве основ. Да, опять же, тип char, он у нас представляет валидный unicode cutpoint. Если вы представляете я с помощью него невалидный unicode cutpoint, то есть попадаете в диапазон byte, который под unicode не классифицируется, это тоже неопределенное поведение. Nevertype, instance nevertype, это тоже неопределенное поведение. Впрочем, в языке нет никакого способа такой инстанс создать. То есть это в принципе, наверное, невозможно. Чтение из неинициализированной памяти. Это у нас тоже плохо, тоже наказывается, тоже приводит к неопределенному поведению. Опять же, по причинам, связанным с aliasing-based оптимизацией. То есть компилятор полагается на то, что вы не читаете из неинициализированной памяти. И полагается на это при оптимизациях. Опять же, похожая штука, как и с сырыми указателями. Box тоже может быть в теории нулевым, указывать не туда, указывать на значения не того типа, быть невыровненным. Это все тоже приведет вас к неопределенному поведению. Ну и широкие указатели, и как это называется? Да, по-моему, широкие называются в русском варианте. Когда вы формируете там трейд-объект, например, но при этом неправильную виртуальную, неправильную ссылку на таблицу виртуальной функции предоставляете. Ну и еще набор различных кастомных, скажем так, условий, которые вы тоже можете нарушить, когда какие-то типы используете. Например, в языке есть тип not null. Это сырой указатель, который не null. Если вы туда внутрь положите null, это тоже неопределенное поведение. Есть тип non-zero u32, который не может принимать значение 0. Если вы туда 0 положите, тоже неопределенное поведение. Тут все просто. Как вы могли заметить, вот все вещи, которые я на двух предыдущих слайдах перечислил, они приводят к неопределенному поведению в языке, но в реальном коде получить их очень сложно. Вам как минимум нужно использовать unsafe код. Это обязательное условие. То есть все эти вещи вы можете выполнить только внутри unsafe блоков. Ну и во-вторых, вам нужно явным образом это захотеть. Вы не получите такую ситуацию случайным образом. Это приводит к важному выводу о том, что в Rust, в общем-то, неопределенное поведение в пределах сейф-кода невозможно. Пока вы не используете вашу программу ни одной строчкой unsafe, вы никогда в жизни неопределенного поведения не увидите. Ну, по крайней мере, не должны. Опять же, многие люди, когда спорят про неопределенное поведение в Rust, я часто встречаю такие мнения, что вот я написал такой-то сейф-код, но и тут получил неопределенное поведение. Получается, Rust мне врет. И такие ситуации происходят либо при ошибках в компиляторе, то есть какие-то баги прям компилятора, либо при ошибках, там при проектировании каких-то API, либо, ну да, то есть это ошибка какого-то рода. Ошибка допущена другими людьми. Понятное дело, что от таких ошибок мы никогда реалистично избавиться не можем, но мы можем попытаться сократить вообще количество неопределенного поведения в наших программах. Rust это вполне успешно делает. Нету какого-то универсального оружия против UB, но есть Rust, который достаточно хорош с точки зрения практики. Также стоит отметить, что в Rust допустимы некоторые поведения, которые с некоторых точек зрения могут выглядеть как UB, но им с точки зрения вот стратегии языка не являются. Какие это поведения? Это дедлоки и рейс-кондишены в многопоточном программировании. Дедлок — это когда у нас два потока одновременно ждут какое-то соблюдение какого-то ресурса, вернее, один поток его не отпускает, ждет другой поток, второй поток ждет первого. Рейс-кондишен — это когда у нас результат вычислений зависит от порядка исполнения операций в разных потоках. От такого Rust у нас тоже не защищает. Фактически это может повлиять на корректность вашей программы, но с точки зрения Rust это не является неопределенным поведением. Утечки памяти тоже в Rust абсолютно безопасны с точки зрения языка. Это нормально, что у вас память в программе течет. Это может привести к проблемам в продакшене, это может привести к падениям вашей программы, когда памяти перестало хватать. Но объективно говоря, не самая страшная проблема, и во многих программах вы намерен должны какие-то утечки памяти создавать, чтобы программа просто работала. В Rust также у нас не гарантирован вызов деструкторов. Деструкторы не срабатывают у статических переменных и могут не срабатывать при паниках, когда у нас соответствующим образом настроен компилятор. Если при панике не происходит развертывание стека, либо если при развертывании стека произошла еще одна паника, в этом случае у нас деструкторы не будут исполняться. Это плохо, опять же, это может повлиять на корректность ваших программ, но с точки зрения Rust необходимое зло. Переполнение целочисленных типов, мы это обсуждали на одном из первых занятий, у нас в релизной сборке, если происходит переполнение, то Rust на это никак не отреагирует, и в общем-то поведение зависит от, наверное, внутренней реализации LVM или даже внутренней, или даже архитектуры вашего процессора. В общем-то тут опять Rust реалистично ничего сделать не может. Любые решения, которые можно применять, они неизбежно повлекут за собой падение производительности, Rust не хочет этого делать именно по причинам производительности. Ну и, конечно, в любой момент времени программа может сделать что-то не то, и быть аварийно завершенной операционной системой. Например, она может попытаться получить доступ к какой-то области памяти, которая недоступна. И опять же, с точки зрения языка, это абсолютно нормальная ситуация, абсолютно нормально на это рассчитывать. Да, ну и конечно, если вы в вашей бизнес-логике выполняете какие-то объективно плохие вещи, но которые не являются неопределенным поведением в Rust, то тут вас Rust тоже никак не защитит. Если вы вызываете на вашей BD Drop Table, то тут опять же, никакой язык вас от этого не остановит. И когда мы говорим про unsafe и safe code, мы всегда говорим про так называемые инварианты. Мы говорим про достижения каких-то инвариантов, мы говорим про соблюдение каких-то инвариантов. Инварианты — это некое свойство объекта или даже системы, которая с течением времени у нас никогда не изменяется. Инварианты у нас, в принципе, можно определить для любых типов, как встроенных, так и пользовательских, у каждого типа есть какой-то инвариант. Это не то, чтобы строго определенная вещь записана в исходном коде, но мы можем логическим образом из любого исходного кода вот эти инварианты вынести. И мы можем на основании каких-то заранее заданных инвариантов писать определенный исходный код. И на протяжении всего оставшегося занятия я надеюсь вам показать какие-то примеры, работают с этими инвариантами, как в контексте unsafe кода, так и в контексте проектирования безопасных API, что точно очень важно и, уверен, будет полезно не только в контексте Rust-разработки, не то, чтобы это только про Rust. Да, ключевой инвариант, который у нас в каждой программе на Rust присутствует, это так называемый инвариант безопасности. Этому инварианту должен удовлетворять весь написанный код на Rust и ни при каких обстоятельствах, этот инвариант гласит, что ни при каких обстоятельствах безопасный код не должен вызывать неопределенное поведение. Так как у нас, в общем-то, все программы по большей части написаны в спорте безопасного кода, это значит, что у нас все программы на Rust не должны вызывать неопределенного неопределенного поведения. То наличие этого инварианта как какой-то такой глобальной константы глобального свойства нашей Вселенной, он позволяет нам делать логические выводы о различных участках кода. Скажем, когда мы пишем функцию, принимающую булев аргумент, мы можем быть уверены, что внутри вот этого аргумента x у нас содержится безопасное значение типа бул. То есть значение, которое не произведет неопределенного поведения при использовании. Байт, который принимает значение либо 0, либо 1. В сейв-коде мы можем на это полагаться и использовать это знание нам во благо. Работая, например, с ссылкой на булевопеременные, мы можем быть уверены, что ссылка это у нас не нулевой указатель на безопасное, опять же, значение типа бул. Работая с кортежем из двух элементов, мы можем полагаться на то, что всегда безопасно получить доступ к элементам этого кортежа. И элементы этого кортежа внутри содержат значение, опять же, безопасное с точки зрения неопределенного поведения. Например, тип option у нас это перечисление с строго двумя вариантами, либо none, либо some, опять же, с безопасным t внутри. Но never type, восклицательный знак, он у нас никогда не безопасен, мы про это знаем, но, к счастью, опять же, никогда получить фактически значение такого типа в коде мы не можем. Динстанцировать у нас его не получится. То есть... Какая-то была у меня мысль, но ладно, забыл. Пойдем дальше. Да. Когда мы... Также нам стоит помнить, что когда мы, например, пишем какое-то количество unsafe кода, смешиваем unsafe код с safe, мы должны помнить, что вот эти инвариант безопасности, он и внутри unsafe кода у нас тоже должен по большей части исполняться. То есть, когда мы работаем с переменной типа i32, когда мы обращаемся к переменной типа i32, она должна быть на этот момент времени проинициализирована. В этом случае инвариант безопасности у нас исполняется. Если мы работаем с мутабельной ссылкой на t, у нас тут целый ряд условий должен исполняться. Это должен быть не нулевой указатель на безопасное значение t, который не попадает под алиасинг, которому не будет осуществляться доступ из других мест на протяжении времени штриха. штриха. То есть тут мы уже целый ряд условий должны поддерживать во все моменты времени и с одной стороны следить за исполнением этих условий в unsafe коде, с другой стороны мы должны полагаться, мы можем полагаться на эти условия в safe коде. Если у нас определена функция из булевого значения в i32, то эта функция безопасна. считается безопасной в случае, если при вызове с безопасным аргументом она возвращает нам либо возвращает нам безопасное значение, либо не завершается, но при этом никогда не производит неопределенного выведения в процессе своей работы. То есть ее ход ее исполнения строго детерминирован. при этом существует с этими инвариантами, в частности с инвариантом безопасности, существует такая двойственная ситуация, когда с одной стороны на соблюдение вот этих некоторых инвариантов безопасности полагается компилятор, а с другой стороны мы можем полагаться на то, что вот эти инварианты всегда у нас исполняются. То есть мы таким образом вместе с компилятором как бы друг друга поддерживаем и не даем друг другу сомневаться в коде, который мы пишем. В частности, как это компилятор может использовать? Вот OptionBull, на одном из предыдущих занятий я про это говорил, как типы в памяти представлены. Option у нас может оптимизироваться по месту, занимаемому в памяти, с учетом того, что у типа Bull у нас только два возможных значения. Неинициализированное поведение у нас никогда не могут быть прочитаны, и компилятор может опять же использовать это для алиасинг-бейс-оптимизации. Ссылки у нас всегда не нулевые и с правильным выравниванием. Это на уровне языка у нас зафиксировано, и компилятор у нас, во-первых, на это полагается, во-вторых, нам это тоже гарантирует. Любое нарушение этих инвариантов безопасности, которые мы для каждого типа в языке можем вывести, оно вызывает неопределенное поведение неизбежно. Неважно, используете вы это, там, нулевую ссылку или не используете, обращаетесь к ней, не обращаетесь. В любом случае это уже неопределенное поведение и уже может привести к неприятным последствиям. Даже просто если эта ссылка у вас там где-то в коде висит и ничего вы с ней не делаете. Стоит отметить также, что ничто опять у нас не идеально. У нас инварианты безопасности бывают, что нарушаются локально в unsafe коде. Это, ну, совершенно по объективным техническим причинам. Часто невозможно написать другой код без временного нарушения инвариантов. Из нескольких примеров у нас у типа ARC от T деструктор в общем-то технически нарушает инвариант безопасности. Он вызывает один из методов с ссылкой на структуру, которая содержит уже диаллоцированный бокс от T. А уже диаллоцированный бокс от T – это небезопасное значение. Поэтому технически вся эта операция тоже с точки зрения языка небезопасна. Мутабельные ссылки могут указывать на частично неинициализированную память. Это необходимо для того, чтобы эту память, собственно, можно было в какой-то момент инициализировать, когда мы хотим какую-то отложенную инициализацию делать. И, например, у нас есть в языке тип Union, значения которого тоже могут быть частично неинициализированными. К счастью, все обращения с Union – это, опять же, возможно только через Unsafe код. Тип очень-очень редко используется, только для взаимодействия с T. Какую роль во всем этом исполняют Unsafe блоки? Unsafe блоки у нас, во-первых… Так, я взгляну, сколько у нас времени сейчас… Все отлично. Unsafe блоки у нас, во-первых, показывают компилятору, что код, содержащийся внутри этих Unsafe блоков, может нарушать некоторые варианты, и компилятор, в общем-то, это проверить никак не может. Во-вторых, Unsafe блоки показывают программисту, что мы обязаны эти инварианты поддерживать самостоятельно, без помощи компилятора, ну, на протяжении всего Unsafe блоков. То есть, когда вы применяете в своем коде Unsafe, вы таким образом перекладываете ответственность с компилятора на себя и должны писать только тот код, который у вас гарантированно не вызовет неопределенного поведения. Некоторые примеры того, как Unsafe применяется в каких-то локальных… Ну, в стандартной библиотеке, в частности, в локальных местах. У нас, например, есть парочка Unsafe Trades, Unsafe Trade Send, который может быть реализован для типа, который безопасно перемещать между потоками. И, в общем-то, у компилятора нет никакой возможности определить на основании определения типа, у него нет никакой возможности узнать, безопасен ли этот тип для многоточного программирования. Это у нас решает всегда только программист, поэтому trade отмечен ключевым словом Unsafe, чтобы закрепить на уровне исходного кода вот эту ответственность. В стандартной библиотеке у нас есть очень мощная функция std-mem-transmute, которая позволяет вам из ссылки на значение какого-то типа получить ссылку на значение другого типа. То есть, таким образом, в рантайме фактически выполнить преобразование между типами. Но тут никакой магии под капотом нет. Эта функция может быть вызвана, понятное дело, только для тех типов, преобразования между которыми возможно, у которых совпадает в памяти представление. И эта функция у нас тоже отмечена ключевым словом Unsafe. Компилятор тут перекладывает ответственность на разработчиков. У сырых указателей, я про это упоминал, есть метод offset специальный для адресной арифметики с указателями. И, в общем-то, этот метод тоже отмечен ключевым словом Unsafe. Когда вы его применяете, вы должны самостоятельно гарантировать, что результирующий указатель после смещения, он валиден. То есть, указывает на непустую область памяти, указывает на правильно выровнен и указывает на значение правильного типа. Опять же, безопасное значение правильного типа. Все вот это вы должны гарантировать самостоятельно. Unsafe код очень полезен для решения каких-то практических задач. Вот когда вы не можете никак доказать компилятору, что все окей, но очень вам это хочется, вы сами понимаете, что это нормально с точки зрения языка. Просто вот компилятор уперся и вам мешает. В этом случае вы можете применить Unsafe код, но чаще всего Unsafe код напрямую в программах не пишется. Чаще всего Unsafe код стараются разработчики максимально скрыть за каким-то безопасным API. То есть, ну да, сейчас посмотрим на пример такого подхода, такого паттерна. Игорь в чате спрашивает, SDM Transmute же не такой страшный, как ReinterpretCast? Ну, я честно плохо помню, что конкретно представляет из себя ReinterpretCast, но полагаю, что такой же страшный. То есть, ну, это же преобразование просто из одного любого типа в другой любой тип. Ну, собственно, так Transmute работает. Настолько же страшно. На слайде представлен код, в котором мы используем метод, определенный для слайсов, который называется SplitCastMute. Как он работает? Когда вы имеете мутабельный слайс и хотите разделить его на два не пересекающихся под слайсом. То есть, ну, условно, в данном случае мы указываем индекс 3, то есть мы распиливаем наш исходный вектор напополам и получаем в кортеже, мы получаем две мутабельные ссылки на сначала первую половину нашего вектора, потом на вторую половину. Достаточно полезная функция в некоторых алгоритмах, и эту функцию в безопасном расти реализовать, к сожалению, не получится. Но можно реализовать ее с использованием минимального количества unsafe кода. Примерно вот так вот выглядит реализация этой функции в стандартной собственной библиотеке. Каким образом она реализована и почему эта функция не отмечена ключевым словом unsafe, хотя она делает достаточно подозрительные вещи. Но с точки зрения, опять же, правил алиасинга. Давайте посмотрим, как она устроена. Мы принимаем аргумент slice, принимаем индекс элемента, по которому мы будем пилить. Определяем длину нашего слайса. Мы преобразуем его в указатель мутабельный. Это нам нужно строго для того, чтобы дальнейший код работал, чтобы вот эти методы from raw parts mute у нас работали. Они принимают указатель. И тут очень-очень важный момент. У нас тут есть вызов макроса assert, с помощью которого мы убеждаемся в том, что у нас индекс mid он меньше либо равен длине исходного слайса. То есть мы убеждаемся, что мы не пытаемся в дальнейшем сконструировать слайсы, которые частично указывают на неинициализированную память. Затем у нас указан блок unsafe кода. Внутри этого блока у нас не отменяются какие-то гарантии языка. У нас продолжает работать borrow checker. У нас все правила языка, в общем-то, продолжают работать. Но те инварианты, выполнения которых компилятор не может проверить, мы должны гарантировать самостоятельно. В данном случае мы конструируем два слайса из указателя на начало данных. То есть тут мы используем для первого подслайса просто указатель на начало массива. Для второго подслайса мы используем адресную арифметику, смещаемся на mid элементов вправо. Ну и, соответственно, длину этих подслайсов мы тоже указываем правильно. Так как мы с помощью assert убедились, что mid у нас всегда меньше либо равен land, в общем-то, во всех ситуациях этот код у нас будет работать абсолютно правильно. Мы точно знаем, что тут не произойдет проблем с алиасингом. Мы пилим по конкретному индексу, у нас никогда эти подслайсы не пересекутся между собой. Поэтому с точки зрения сигнатуры функции, с точки зрения самого раста, в общем-то, эта функция абсолютно безопасна. То есть типичный паттерн, как у нас unsafe код применяется. Вот у нас очень небольшое количество unsafe кода, окруженного различными проверками, в данном случае это assert, и скрыто это все за безопасным API. Вы можете передавать в эту функцию любые аргументы, любые, ну, безопасные аргументы, то есть правильно сформированный слайс, правильно сформированный uSize. И всегда эта функция будет работать корректно. Вы не можете ее сломать, не можете вызвать определенное поведение. Вот это основная, наверное, сложность при использовании unsafe кода. Спроектировать API таким образом, чтобы ничего нельзя было сломать. И, как вы узнаете дальше, в некоторых случаях достичь такого неожиданно сложного. И единственное, на что вы можете полагаться, это ваши собственные глаза и ваше собственное понимание, как язык работает. Что, к слову, нельзя сказать, что все люди понимают, к сожалению. Языки у нас это сложное дело. Также очень-очень важный момент – это то, что безопасность, ну, вернее, даже небезопасность у нас в коде не локально и не ограничено только вот этими unsafe блоками. То есть, условно, если вы хотите убедиться, что программа работает корректно всегда, что программа безопасна, что программа не порождает неопределенного поведения, недостаточно в общем случае проверить только unsafe блоки. Когда Rust рекламируют, очень часто приводится такой аргумент, что чтобы убедиться в том, что программа правильно работает, не пишите ни строчки unsafe, либо тщательно проверяйте все unsafe, которые вы используете. Это не совсем правда, к великому сожалению. Безопасность у нас не локальна. На безопасность может влиять как unsafe блок, так и код, который его окружает. В данном случае у нас, например, функция index, которая просто берет, ну, возвращает вам элементы из массива по конту индексу, либо none, если не найдет его. И тут мы используем unsafe функцию getUnchecked, которая не выполняет проверок на границе нашего слайса. И этот код, который представлен на слайде, работает корректно. Мы проверяем, что индекс меньше, чем длина, и все окей. Но если мы внесем в код одно маленькое изменение, если мы заменим знак меньше на знак меньше либо равно, то неожиданным образом мы не изменили наш unsafe код, мы изменили только saveRust. При этом функция неожиданно перестает быть безопасной. Если мы передадим туда индекс равной длине, то getUnchecked приведет к неопределенному поведению в runtime. Фактически наш код сломался, несмотря на то, что мы модифицировали только save часть. Александр спрашивает хороший вопрос про предыдущие слайды, что результат функции по слайде аргументов разве это... Так, дайте я вернусь назад сначала. Разве не получается, что у нас два указателя указывают на одно место, что и есть алиасинг? Да, хорошее замечание, но важно понимать, что когда мы передаем аргументом вот этот мутабельный указатель первый, у нас Rust за счет вот этих правил заимствования блокирует вот эту переменную r. То есть мы теперь пользоваться r не можем, пока у нас есть a и b в области видимости. Ну, вернее, не в области видимости, а в целом они еще живы. То есть тут у нас Rust избавляется от алиасинга за счет вот правил заимствования. У нас алиасинга фактически не происходит. Ну, то есть как бы, да, фундаментально у нас в памяти лежат указатели, которые указывают на одно и то же место, но мы с одним из этих указателей никогда не работаем. Поэтому этого достаточно, чтобы проводить оптимизацию. Но очень хороший вопрос. Спасибо. Надеюсь, что ответил понятно. Да, то есть безопасность у нас не локальна. Более сложный вариант вот этой не локальности это возможная реализация типа вектора из стандартной библиотеки. Вектор это у нас достаточно фундаментально простая штука. У нас есть указательное начало наших данных. У нас есть переменная длины и переменная capacity. Вместимость нашего вектора, то есть количество памяти, которое мы предварительно выделили для хранения элементов. И у нашего вектора может быть реализован метод push для добавления нового элемента в конец примерно таким образом. Сначала мы проверяем, что у нас длина вектора не превышает... Скажем так, если у нас длина вектора достигла capacity, то есть мы уже не можем добавить новый элемент в конец, мы вызываем метод relocate. реалцируем память, все старые элементы копируем в новое место в памяти, в куче. И у нас меняется внутренне указательное начало данных. И capacity мы тоже увеличиваем. После этого мы просто дописываем, опять же используя адресную арифметику, используя функцию стандартной библиотеки ptr-write, она вот по указателю записывает значение какого-то типа. В данном случае по указателю полученному... по указателю на конец вектора мы записываем наш элемент. Ну и не забываем, конечно, увеличить длину нашего вектора на один. Тут у нас в функции все в порядке. Опять же, обратите внимание, несмотря на то, что внутри мы используем unsafe block, за счет нашего API мы гарантируем, что нельзя вызвать эту функцию каким-то образом и сломать все. Существует достаточно прямолинейный способ сломать этот код, но, как я уже упомянул ранее, это не относится к неопределенному поведению. Если у нас закончится память при реалокациях, этот код может сломаться. Но для Rust это, в общем-то, считается нормальным. А теперь неприятные вещи. Вот, допустим, у вас написан такой вектор где-то, ну или условно другая структура данных, и вы в любом месте вашего кода можете написать такой Intel-блок дополнительный. Вы можете расширить, скажем, интерфейс вашего вектора. Вы можете добавить ему метод grow, который просто увеличивает capacity на единицу. Волшебным образом это сломает весь API, который вы до этого описывали. То есть у вас появится возможность в save коде написать такую комбинацию методов push и grow, которая сломает вашу программу. приведет к неопределенному поведению. Приведет, скорее всего, к записи... К чему она приведет? А, ну, да, к записи в память, которую вы не владеете, которую вы не выделили. Фактически записи в неинициализированную память. И, скорее всего, вы будете остановлены операционной системой. И это большая проблема, потому что фактически вы не написали ни строчки unsave кода, вы вообще даже не взаимодействовали с методами, которые unsave код используют, но вектор каким-то образом умудрились сломать. Это неприятная особенность, с которой бороться, в общем-то, мало способов. Но есть два момента, которые, в общем-то, эффект несколько сглаживают. Хотя нет, скажу один момент, который эффект сглаживает, потому что второй я не помню. Дело в том, что если вы пишете вот этот импл-блок с обращением к self-capacity, так как это приватное поле структуры, в общем-то, вы можете реалистично написать вот этот код только где-то в модуле с вашей основной реализацией вектора, то есть вот с этим импл-блоком. То есть таким образом у вас хотя бы весь код, относящийся к вектору, который находится в пределах одного модуля, и вы, по крайней мере, можете теоретически его глазами просмотреть и проверить на консистентность. Это такое себе утешение, но хотя бы что-то. То есть тут язык хотя бы минимально вам предоставляет хоть какие-то возможности убедиться в корректности. когда же необходимо, вернее, никогда необходимо, а когда имеет смысл отмечать какие-то методы как unsafe. Ну вот, в частности, в общем-то, метод grow надо, наверное, отметить как unsafe функцию и снабдить соответствующей документацией, что вообще не вызывайте лучше этот метод никогда. Возникает вопрос, когда стоит отмечать какие-то API как unsafe, а когда нет? Когда стоит отметить trade как unsafe или метод как unsafe, а когда можно обойтись просто сейф-кодом? Итак, я бы, наверное, сформулировал, что unsafe стоит добавлять тогда, когда вы какой-то инвариант не можете гарантировать на уровне системы типов. И когда вы этот вариант не способны проверять в runtime. Вот в этом случае у вас есть на самом деле два пути. вы можете либо не учитывать этот инвариант в вашем коде, то есть не полагаться на него никогда, просто считать, что этого инварианта не существует, какой бы он ни был. Но я дальше приведу пример. Либо вы должны использовать ключевое слово unsafe в сигнатуре вашего метода и требовать от пользователя явным образом документации, должен требовать от него сохранения вот этого инварианта. Таким образом, вы как бы перекладываете ответственность с себя на пользователя вашего API, но это, наверное, лучшее, что вы можете сделать. Какой есть пример интересный стандартной библиотеки? У нас есть в стандартной библиотеке тип B3Map коллекция, которая представляет из себя ассоциированный словарь из упорядоченных ключей. То есть в отличие от хешмапа ключи у нас упорядочен, что достаточно удобно. И B3Map умеет хранить любые типы, ну, ключи любых типов, которые реализует trade ORD. Трейт ORD, в свою очередь, это брат трейта Partial ORD, ну, и отвечает он за сравнение различных значений, больше, меньше, равно. У ORD есть очень важный инвариант, в отличие от Partial ORD, так называемая тотальность сравнения. Что это означает? Это означает, что значения любых типов, вернее, нет, не так. Любые два значения, либо любые три значения из всего множества возможных значений вашего типа, вы можете всегда сравнить и всегда гарантированно получить результат от этого сравнения, детерминированно. При этом у вас исполняются правила рефлексивности, транзитивности, этих сравнений, ассоциативности и еще какое-то. Четвертое есть правило, к сожалению, не помню. То есть, в принципе, от каждой реализации трейта ORD требуется исполнение вот этого инварианта. Но есть нюанс. Трейт ORD у нас не отмечен ключевым словом unsafe. А значит, ответственность за соблюдение этого инварианта у нас, в общем-то, нет. У нас, как у разработчиков. Поэтому, в принципе, мы можем написать такой сейв-код, который использует неправильную реализацию трейта ORD, из которой мы храним значения вот эти неправильные внутри B3 map. К счастью, разработчики стандартной библиотеки подумали над тем, что мы недостаточно умны, чтобы правильно реализовать ORD, и нашли решение. B3 map у нас в стандартной библиотеке умеет корректно работать для любых типов, даже для тех, у которых ORD реализован неправильно. То есть инвариант тотальности не соблюдается. Таким образом, разработчики решили не добавлять unsafe, но они не полагаются на этот важный инвариант. Они его как бы обходят. Это наверняка усложняет... Нет, не уверен, что это усложняет реализацию, но это определенно приводит к менее эффективной реализации. Но как бы зато у вас нету каких-то ответственностей, связанных с реализацией трейта ORD. Важный момент состоит в том, что вы обязаны строго поддерживать вот эти все инварианты, прежде всего инвариант безопасности, только на границах между unsafe и safe кодом. Вы можете писать временно невалидный код внутри unsafe блоков, но вы обязаны соблюдать инварианты в safe коде и на границах с unsafe кодом. К сожалению, единственный способ ограничить вот эту область влияния unsafe это заключить весь unsafe код в отдельный модуль, лучше в отдельную единицу компиляции. Это опять же к вопросу о нелокальности. Если вы пишете safe код вокруг unsafe кода, это может привести к неопределенному поведению. Ну и правильно спроектированный API, так называемый безопасный API, если у вас нет ключевого слова unsafe, это значит, что у пользователя ваших API нет никакой ответственности. И пользователь должен быть абсолютно уверен в том, что никогда он не получит неопределенное поведение, случайным образом перепутав порядок вызова ваших методов или передав этим методам какие-то не совсем правильные аргументы. У пользователя должна быть эта уверенность, и вы, соответственно, должны вот этим требованиям удовлетворять. Ну и, конечно, все вот эти варианты, которые у вас внутри unsafe кода используются, вы должны явным образом документировать, вы должны явным образом указывать, что, допустим, вот эта unsafe функция принимает только такие-то ссылки на такие-то типы, при этом эти ссылки должны исполнять такие-то условия. В общем-то тут, я думаю, довольно логично. Теперь я хочу... Да, я смотрю на время. Давайте, наверное... Давайте, наверное, сделаем перерыв буквально 5 минут до 30, и после этого продолжим. Я, в общем-то, закончил про unsafe рассказывать. Сейчас я хочу поговорить про, в общем, другие варианты API, о том, как можно попытаться, можно подходить к проектированию безопасных и удобных API, какие есть интересные методы для этого. Так что давайте пока сделаем паузу. Главное потом не забыть включить запись. Я про это все напишу даже в чат. Так, встречаемся в 30 минут. Итак, в целом про инварианты. Разобрать вот это эффективное применение инвариантов при проектировании API я хочу на примере библиотеки, которая называется Ingerify. Это библиотека, которая, по-моему, написана была на каком-то другом языке, а потом ее автор решил в определенный момент переписать на Rust. Ну и это произошло очень, наверное, давно, там несколько лет назад. Ingerify — это библиотека, которая предназначена для конвертации DEX архивов в JAR архивы. DEX — это формат файлов для виртуальной машины дал VQM, применяемой в операционной системе Android. То есть фактически у нас все переложения на Android, они вот под капотом это DEX файлы, то есть набор Java классов плюс какая-то дополнительная мета-информация для рантайма Android. Ну и, собственно, Ingerify позволяет как бы декомпилировать наши Android бинарники, распарсить их в JAR архивы. Вообще задача парсинга различных файлов, различных форматов — это та задача, в которой Rust блистает. Rust очень эффективно часто использует вот эту концепцию владения и заимствования. При чтении данных, при формировании каких-то структур данных, фрагменты данных из исходных файлов, они только заимствуются по ссылкам. То есть мы таким образом сильно экономим память, экономим аллокации памяти, и Rust-овые парсеры в результате получаются очень быстрые, а в других языках сложнее достичь такого же эффекта, такой же производительности. DEX файлы хороши тем, что их сама структура позволяет большую часть данных, собственно, заимствовать, но есть одна часть этого формата, которую заимствовать невозможно. То есть фактически нам нужно сформировать вот структуру, тут называется DEX файл, у нас есть слайс байтовый заимствованных данных из парсера, ну фактически просто байтовое представление нашего файла, и у нас есть набор полей. Каждая из полей это индексы, которые указывают внутрь наших заимствованных данных, внутрь нашего слайса. То есть тут у нас можно частично сказать, что это самоссылающаяся структура, но так как самоссылающиеся структуры в Rust, как вы знаете, несколько сложны, тут применяется вариант с индексами вместо слайсов, вместо указателей. Ну и, соответственно, у нас есть исходные данные, у нас есть string id с индексом начала этих данных в исходном бинарнике и концом этих данных в исходном бинарнике. И мы можем для этой структуры реализовать вспомогательные методы, например, class type, который возвращает n-ный тип в виде, опять же, под слайсов, просто берет фактически, попрощается к полю raw по индексу, по какому-то индексу. Я, честно говоря, не знаю, тут type id должны использоваться, или class devs. В общем, не суть важна. И, в общем-то, все замечательно, но проблема в том, что нам еще хочется хранить дескрипторы методов. Дескрипторы методов, да? Да, дескрипторы методов. То есть дескрипторы методов, они разбросаны по многим местам внутри DEX файла, но внутри нашей структуры данных мы хотим как бы централизованно к ним иметь доступ и как-то с ними взаимодействовать. Для этого нам нужно их хранить как бы в поддельном векторе, на данном случае. Ну и этот вектор у нас будет хранить байтовые слайсы. И тут, опять же, это байтовые слайсы, которые ссылаются на наш исходный файл, не на наше поле raw. Но, в принципе, тут можно было бы, наверное, хранить и, опять же, кортежи из двух индексов uSize. В принципе, это не особо важно. Факт в том, что у нас есть данные, которые мы заимствуем, и есть данные, которые мы должны прямо аллоцировать в кучу вот этот вектор и заполнить при конструировании структуры. Конструирование структуры у нас при этом должно выглядеть как-то так. Мы вычисляем вот эти все наши дескрипторы методов, находим их внутри исходного файла, и затем внутрь self должны это поле поместить. Ну и, конечно, с другими полями тоже. И тут, конечно, у нас возникает серьезная проблема. У нас как бы происходит рекурсивное определение конструкторов. У нас конструктор new вызывает метод calculateProtos, который принимает аргументом self, а self на момент вызова этой функции у нас еще нет. Эта ситуация сравнительно часто может получаться в Rust коде. У нас, в частности, в проекте это часто происходит. Мы уже выработали целый паттерн для того, чтобы эту ситуацию обходить и просто быстро решать эту проблему и идти дальше. Мы уже к этому привыкли. Но, в общем, бывает такая проблема, когда нам нужно проинициализировать структуру в конструкторе, но до того, как у нас все остальные поля заполнены. И, в общем-то, тут мы можем полагаться на важный вариант нашего метода calculateProtos, который заключается в том, что нам не требуется... Ну, вот мы принимаем Dex файл, но, в общем-то, к полю Protos нам доступ внутри не требуется. Конструктору этого поля не требуется доступ к самому полю из исходной структуры. Но, возможно, требуется доступ к другим полям. Примитивное решение для этой проблемы состоит в том, что мы можем просто инициализировать поле после создания структуры в виде отдельного метода, либо прямо внутри нашего конструктора. Мы можем сначала создать self, потом позвать у него метод, потом этот self вернуть. Проблема в том, что это решение будет плохо работать в конкретно данном случае из-за применения времен жизни. Там есть определенные технические сложности, чтобы записать это все и выразить раскомпилятор, что мы конкретно хотим из-за того, что у нас там ссылки везде используются. Код получается сложнее и запутаннее, чем он был до этого. То есть мы решаем какую-то локальную проблему, но при этом сильно усложняем весь окружающий код. Более правильное решение заключается в том, чтобы прийти к этой проблеме через систему типов. Мы можем разделить нашу структуру DexFile на две структуры и конструктору ProTOS предоставлять только то, что ему необходимо. То есть исходную нашу версию без поля ProTOS, собственно. В результате у нас корректность нашего кода проверяется во время компиляции. Код у нас становится легче понять. У нас более явно в коде выражены наши намерения о том, что мы сначала вот такую частичную структуру получаем, затем ее дополнительно расширяем. Ну и код результирующий может выглядеть как-то так. То есть у нас есть структура DexFile на ProTOS. Без этого поля ProTOS есть структура DexFile с этим полем. Ну и используя трейд-дерев мы можем бесплатно получить преобразование из структуры DexFile к DexFile на ProTOS. И таким образом не дублировать определение методов слишком много. Да, вот внутри пишут, что как раз так делал, хранил option и после инициализации, да, после конструирования эти option как раз инициализировали. Ну да, то есть в принципе хранение option это не сказать, что прям плохое решение. У него тоже есть определенные плюсы. Билдер-паттерн из Rust у нас, как вы знаете, именно так и работает, в общем. Ну вот автор NJRify решил подойти к проблеме именно со сторонных типов, и нельзя его в этом видеть. Другой интересный концепт, связанный с проектированием безопасных и удобных API, на который я наткнулся несколько лет назад. Я прочитал пост, который вводит такую концепцию под названием tightness. И вот сейчас я хочу основные тезисы этого поста повторить. В конце презентации есть ссылки, ссылка в том числе на этот блокпост. Если что, можете перечитать. Но это достаточно свою версию изложения событий. Как этот термин tightness применяется и как его использовать при проектировании ваших типов, ваших API. Вот у нас есть определение структуры shape. Фактически это тип данных, который может быть либо кругом, либо квадратом. Причем у круга у нас есть параметр радиуса, у квадрата есть, соответственно, длина стороны. И в данном случае мы подошли к решению, к выражению этого типа данных максимально тупым образом. У нас есть два поля из стекла square и отдельные параметры радиус сайт прямо внутри одной структуры. Какие инварианты мы хотим соблюдать вот в этой структуре данных? Инварианты у нас всегда приходят как бы со стороны требований заказчика. В данном случае инвариантов у нас три. Я попрошу запомнить, что в будущем это вам может пригодиться. В контексте этого рассказа. Shape у нас это либо круг, либо квадрат. Shape у нас естественным образом не может быть и кругом, и квадратом одновременно. И длина стороны и радиус у нас всегда строго положительны. У нас не может быть круга с радиусом 0, не может быть квадрата с длиной стороны 0. Да, тут, кстати, можете обратить внимание, что мы используем тип I32, чтобы еще больше усугубить ситуацию. То есть радиус у нас может быть отрицательным. Как можно попытаться исправить проблему вот этого определения структуры shape? Можно реализовать такие методы, которые инкапсулируют вот в эту внутреннюю уродливость нашей структуры и скрывают вот эти проблемы внутреннего представления. То есть у нас может быть, например, метод-конструктор circle, который возвращает result с возможной ошибкой. Если радиус меньше либо равен 0, тогда мы возвращаем ошибку. Ну и соответствующим образом инициализируем наши поля. У нас также могут быть определены геттеры как для круга, так и для квадрата. Скажем, геттер радиуса опять же возвращает ошибку в том случае, если у нас shade это не круг. В принципе, вот этот API, он частично проблему решает. То есть у нас все функции абсолютно безопасны, API тоже использовать безопасно. Все, что пользователь может получить в худшем случае, это просто ошибку, которую он должен как-то обработать. Мы как бы перекладываем ответственность за грамотное использование API на пользователя. Но, в общем-то, не сказать, что это очень плохо. Очень многие API в программах реальных так именно по такому принципу и построены. У нас есть альтернативное решение, которое, понятное дело, думаю, вам в голову пришло. Мы можем использовать алгебрический тип данных, использовать перечисление shape с двумя вариантами. Либо circle, либо square. Таким образом мы кодируем ту информацию, что у нас либо то, либо другое. И также у нас внутренний параметр структур circle или square, он имеет тип не i32, а u32 для того, чтобы у нас были невозможны отрицательные значения. И, соответственно, тоже реализуем для нашего... Да, то есть мы реализуем как методы для наших структур, например, getter, и потом для перечисления тоже что-то реализуем. В частности, getter radius для структуры shape у нас, опять же, может возвращать ошибку в случае, если мы работаем не с кругом. В принципе, выглядит не так уж и плохо. Но у решения, которое вы только что видели, есть одна проблема. И проблема не очень очевидна на первый взгляд, но она заключается в том, что мы не соблюдаем все варианты. В отличие от нашего первого решения с уродливым представлением, но абсолютно безопасным API, наша новая структура, вернее, наше новое перечисление shape никак не защищает нас от конструирования кругов с радиусом равным нулю. То есть мы один из наших вариантов случайно, возможно, нарушили. Мы просто не подумали о том, что U32 может принимать значение ноля, оно у нас недопустимо. И в конструкторе from radius мы никаких проверок не делаем, ошибок никаких не возвращаем. И тут возникает строго такой практически немножко даже философский вопрос. Какая же из этих структур лучше? Какое представление лучше по итогу? Та, которая абсолютно безопасна, исполняет все варианты, но внутри просто какой-то кошмар? Либо та, которая позволяет вам создавать круги с радиусом ноль? Как вы думаете, поставьте в чате какую-нибудь цифру? Как вы считаете? Ну чисто для себя. Меня радует, что мнения в чате разделились поровну почти. Но как подсказывает внутренний максимализм внутри меня, есть, во-первых, оба этих варианта плохие, нужно стремиться к лучшему. Во-вторых, для того, чтобы определить объективным образом, какое из этих решений лучше, мы можем внедрить специальное определение. Я не нашел, когда писал эти слайды год назад, я не нашел хорошего аналога для этого слова, поэтому буду использовать английское слово tightness. Мера tightness — это отношение числа валидных состояний к общему числу состояния объекта, но на основе его объявления, а не на основе реализации метода. Что это значит? Это значит, что для любого определения структуры либо другого типа данных мы можем посчитать количество общих состояний, можем посчитать количество валидных состояний, то есть тех состояний, в которых инварианты исполняются. И поделив одно на другую, мы можем получить условную меру того, насколько наша структура хороша. И давайте это сделаем для наших определений. Начнем с первого. Структура shape. Тут нужно немножко применить знания математики, даже, наверное, булевой логики. У нас есть два поля — radius и side. Причем важно отметить, что они типа i32, а значит, нам подходит только половина их диапазона. И, кроме того, у нас есть две булевопеременные circleSquare, только одна из которых в каждый конкретный момент времени активно должна быть. А путем несложных перемножений вы можете получить цифру 25%. То есть 25% состояний возможных нашей структуры, они валидны с точки зрения соблюдения инвариантов. Остальные три четверти состояний, они инварианты в той или иной степени не исполняют. В большинстве случаев это когда у нас radius или side принимают отрицательное значение. Это приходится почти 50% всех наших невалидных состояний. Если мы посчитаем хуже меру tightness для нашего перечисления, то мы получим гораздо более впечатляющие цифры. У нас фактически возможно только одно невалидное состояние. То, в котором у нас значение внутреннего параметра принимает значение 0. У нас один из инвариантов не исполняется. Но мы можем тут опять же вычислить по сравнению с количеством возможных значений типа U32. Мы можем получить цифру, что наше перечисление на 99% tight. То есть, если мы примем за данность, что вот эта мера tightness – это то, насколько наша структура данных хороша, то мы можем сказать, что эта структура данных хороша на 99% и там сколько девяток? 7. Эта структура данных хороша только на 25. И в принципе в программе теперь вы можете сделать выбор в пользу одного из вариантов. Но это еще не все. 99% и 9,7% после запятой – это, конечно, замечательно. Но хотелось бы добиться большего. Хотелось бы, чтобы наша структура была настолько замечательной, насколько только можно. И мы можем решить эту проблему достаточно просто. Мы можем наши типы U32 заменить на типы стандартной библиотеки non-zero U32. Как раз мы на уровне типов, на уровне объявления нашей структуры блокируем возможность любые невалидные состояния получить. Tightness этой структуры 100%. Можно сказать, что она идеальна с точки зрения нашей новой философии tightness. Следующий вопрос, который может возникнуть – это, окей, хорошо, мы получили какую-то условно-объективную меру хорошести. А, да, я помню, мне на одном из занятий предложили слово «добротность». Достаточно, наверное, интересный вариант переводов. Да, мы получили какую-то объективную меру, условно-объективную меру добротности наших структур данных. Но возникает вопрос, а всегда ли возможно получить какие-то высокие значения? То есть не существует ли у нас практических причин, по которым весь наш код в целом не очень идеален? На самом деле, если немножко подумать, до тех пор, пока ваш тип не предназначен для намеренного ограничения числа его валидных состояний, его можно сделать 100% tight просто на уровне объявления, на уровне системы типов. То есть пока вы не объявляете свой собственный non-zero U32, вы в полном порядке. Non-zero U32, он не может быть 100% tight, у него по определению есть одно невалидное состояние, когда внутреннее поле принимает значение 0. Но, в принципе, если вы проектируете какие-то пользовательские API, то у вас есть возможность всегда добиться 100%. При прочих равных типы с более высоким процентом tightness можно считать более хорошими. Наверное, по совершенно объективной причине. Если у вас физически нет возможности получить в программе невалидное состояние, то и ошибок у вас тоже произойти не может. То есть тут уж все зависит от того, насколько хорошо вы на уровень системы типов выносите все ваши варианты. Это та область, в которой очень активные математики, очень активные люди, которые любят зависимые типы. Цель их жизни – это достичь фактически 100% tightness. То есть фактически на этом все функциональные разработчики занимаются. Ну и так как типы с более высоким процентом tightness, они лучше типов с менее высоким, вы фактически должны всегда стремиться к достижению 100% tightness для ваших типов. Как к этому стремиться? Всегда, когда вы в своем коде видите, что у вас какой-то инвариант есть, и этот инвариант не выражен явным образом на уровне определения, он может быть выражен у вас в реализации какого-то метода, но это никак не повлияет на определение, вы, наверное, должны стремиться к исправлению этой ситуации. То есть, допустим, у нас есть в приложении структура аккаунт, которая содержит имя пользователя и пароль, и тут мы вот в комментариях выразили наши инварианты, что у нас имя пользователя строго из букв состоит, и меньше 8 символов в длину. Кстати, никогда не делайте таких ограничений, пожалуйста. И пароль у нас стоит из буквы цифры, и от 8 до 16 символов тоже, пожалуйста, не делайте таких ограничений в реальных программах. Это все только для примеров. И прямой подход – это выразить типы этих полей через стринг, но более правильный подход – это выразить их через отдельные структуры данных. В этих структурах данных сами по себе вот эти типы, юзернейм и пассворд, они не будут 100% tight. Вы их типа безопасность будете выражать в реализации их методов. Например, вот в реализации конструктора new вы выражаете, что юзернейм у нас меньше, чем 8 в длину, и состоит только из букв. Иначе вы возвращаете вот option no. Но на уровне определения вашей структуры аккаунта она уже является 100% tight. Тут вы уже все инварианты соблюдаете, то есть как бы вы, опять же, за счет временного локального нарушения каких-то инвариантов в одном месте в коде добиваетесь 100% исполнения инвариантов в другом месте. Писать такой код вручную, наверное, не очень удобно. Вот автор этого блогпоста рекомендует свою собственную библиотеку, которая называется, собственно, tightness, особенно как crate. Насколько я помню, он достаточно устаревший. Я не встречал, чтобы он активно кем-то использовался, но в ваших программах можете поэкспериментировать. Крейт просто предоставляет вспомогательные макросы для того, чтобы вот эти ограничения на типах было более удобно в коде описывать. То есть там вот есть макрос-баунд, вы фактически вводите новый тип данных, основанный на стринг, на который наложено дополнительное ограничение. Ну и перечисляете их тут просто в коде. Игорь спрашивает, хороший вопрос в чате, а нельзя ли запретить создание структур без использования метода new? Ну, фактически вот вы можете, вы запретите это явным образом через определение вот этих структур в каком-то приватном модуле. То есть если, так как у нас внутреннее поле, вот это стринг, внутреннее поле стринг этих структур, оно приватное, оно не отмечено ключевым словом pub, вы не сможете за пределами этого модуля сконструировать эту структуру. Вы должны будете вызывать метод new. Он, кстати, должен быть в данном случае отмечен ключевым словом pub, чтобы из других модулей можно было вызывать. Ну, в общем, можете при желании поэкспериментировать с этой библиотекой. Насколько я помню, я в каком-то из подпроектов пытался ее использовать. Ну, как пытался, применил. Не помню точно, какой был результат. Даже не помню, что за 5 проект было давно. Мера tightness хороша тем, что вообще подталкивает вас к более правильным абстракциям. Просто за счет того, что вы знаете про эту концепцию. Если вы стремитесь следовать этой концепции, то вы изначально будете пытаться проектировать более правильный API, более красивый, если извольте. То есть, например, у нас есть какая-нибудь структура для хранения данных транспортной компании, допустим. И в этой структуре fleet у нас есть количество машин, у нас есть общее количество колес у этих машин, и у нас там есть общий доход с этого парка автомобильного. Ну, и эта структура данных, она, возможно, исполняет необходимые бизнес-требования, она, возможно, соблюдает все необходимые инварианты, но она не является 100% tight. Тут у нас есть инвариант того, что общее количество колес у меня должно быть больше, чем 4 умножить на количество машин. И явным образом в определении структура это никак не выражено. Но вы можете это выразить, если вы измените структуру. Вы можете структуру fleet представить в виде, разместить внутри поля массива с вектором машин, и у каждой машины будет определенное количество колес. Опять же, если вы хотите, чтобы у машины было не больше, чем 4 колеса, то вы вместо U8 должны использовать какой-то другой тип. Ну и таким образом вы подходите изначально к проектированию более правильных, более гибких API. И в дальнейшем, например, вот эту структуру fleet, которая у нас ниже на слайде, ее можно использовать большим числом способов, чем структуру выше. У вас даже больше данных таким образом получается. Ну и расширять в будущем ее тоже гораздо удобнее. Преимущество вот этой концепции tightness и ограничения вариантов на основе системы типов заключается еще и в том, что всегда безопасно делать какие-то детали ваших структур публичными. Совершенно безопасно вот эту структуру аккаунт сделать с публичными полями юзернами паспорта. Вам вообще-то не требуется для нее определение каких-то дополнительных геттеров по той причине, что вы всегда гарантируете, что внутри юзерней не будет ничего невалидного. Даже если кто-то модифицирует это внутреннее поле, он все равно не сможет модифицировать его таким образом, что сломает вариант. Ну, понятное дело, для этого API вашего юзернейм типа должен быть достаточно безопасным. Также вы автоматически получаете меньше ошибок в вашем API. То есть, допустим, опять же, в случае аккаунта, если у вас есть set or set password, раньше он мог возвращать ошибку, если пароль не удовлетворяет им вариантам. Если же вы принимаете изначально тип password, то тут уже никаких ошибок у вас в API случиться не может. Понятное дело, они могут произойти у вас раньше, при конструировании самого пароля. Но, как правило, чем ближе ошибка, чем ближе к месту появления ошибка оборабатывается, тем лучше. Не стоит доводить до той ситуации, что вы получили строку, хранили ее 3 месяца в базе данных, и потом решили вызвать метод set password на ней, и неожиданно обнаружили, что строка инварианту не удовлетворяет, а пользователю-то уже не спросить об этом. В общем, опять же, естественным образом получаете более правильный API. Ну и при различных изменениях, при различных рефакторингах и расширениях вашего API вы автоматически получаете какой-то уровень уверенности в соблюдении инвариантов. То есть в случае с типом string в API, вы, например, можете получить от заказчика требование добавить метод rotate password, реализовать этот метод, и сломать инвариант, который заключается в том, что у вас символы пароля – это строго буквы либо цифры. Тут вы в этой реализации просто прибавляете какое-то значение amount, и вы можете выйти за границы ASCII таблицы. Ну, скажем, видимая часть ASCII таблицы. В случае с отдельными типами username и password вы, опять же, можете реализовать rotate password. В частности, библиотека tightness за вас реализует метод mutate. Mutate позволяет вам выполнить какую-то операцию. В данном случае, опять же, тот же rotate, который также реализован. Но после того, как операция выполнена, mutate проверяет, что у вас не произошло ошибок. Если ошибка… Не произошло нарушение инварианта. Если нарушение инварианта произошло, то бросается паника. Ну, есть, конечно, версии этого mutate, которые возвращают ошибки. То есть, ну, за счет того, что вы иначе никак не можете модифицировать внутренность password, у вас таким образом, опять же, автоматически получается безопасная API. Да, Иван пишет, что было бы весело, если бы можно было написать определение bounded string с использованием const-женериков. В принципе, да, в принципе, это возможно сделать, но вот эта игра, конечно, с зависимыми типами, она иногда стоит свеч. То есть, иногда действительно классные штуки можно с помощью такого паттерна реализовать. Но в большинстве случаев гораздо легче просто гарантировать эти инварианты вот на уровне каких-то простых проверок условий в рентайме. И, ну, в частности, как библиотека Taitness делает. То есть, ну, чисто с практической точки зрения удобнее вынести проверки в рентайме. Не всегда правильно. Часто проверка в compile-тайме – это замечательно, но, к сожалению, не всегда достижимо. На этом, собственно, рассказ про безопасный API, я думаю, завершу, как и наше занятие. В конце презентации есть парочка ссылок, которые могут быть вам интересны. Вот этот блок-пост про tightness, про инварианты, еще некоторые посты, про unsafe документации в языке. Надеюсь, что некоторые штуки были полезны, в том числе за пределами RASTA. Презентация уже загружена. Сейчас запись прямо, наверное, после занятия загружу. Да, на этом мы, наверное, сегодня завершим. Сегодня чуть раньше, чем обычно, но не так, чтобы это очень плохо. Да, так, Александр спрашивает. Да, хороший вопрос. Нет, DZ мы проверим. Сколько еще планируется домашних заданий? Ну, то есть на финальную оценку у вас повлияет качество этого основного домашнего задания? Просто количество, неважно. Сколько и когда еще планируется заданий? Это хороший вопрос. Так как мы сдвигали сроки еще предыдущего домашнего задания, в теории, я, честно говоря, не помню, когда там завершается у нас семестр, в теории мы можем успеть еще одно или два домашних задания. И да, кстати, это возвращаясь к тому вопросу, который я хотел обсудить. Я бы, наверное, предложил вам выбрать темы для одного из будущих занятий, как минимум для одного. Я создам опрос и скину ссылку на него в чат. Ну, просто хочу узнать, какие темы вам наиболее интересны. Мы несколько достаточно важных, наверное, тем еще не обсудили. Ну, в частности, я говорю про применение RASTA в различных сферах. Вот мне интересно, например, насколько вам будет интересно послушать про применение RASTA в блокчейнах или применение RASTA в современном фронтенде или, например, наоборот, в современном байкенде. Применение RASTA при разработке игр или при разработке GUI-приложений. То есть, я просто сдам ДЗ на сессию. Объясните мне, пожалуйста, когда у вас сессия начинается и когда у вас экзамен запланирован? Вроде бы как семестр заканчивается 25 числа декабря. Сессия, вроде бы как она начинается, она начинается где-то, ну, видимо, 26 декабря, потом перерыв на новогодние каникулы и потом продолжается. По дате экзамена сейчас я попробую сказать, так как у всех это как у курсы по выбору, это все, и в нашей в том числе, конкретно они так не написаны, но там есть, я видел, там написано, там есть два, там есть экзамены по прикладному программированию и по алгоритмам математики. Это вроде бы как и есть два предмета по выбору. Сейчас я выступаю, быстренько зайду. Да, возможно, дату экзамена я сам должен назначить когда-то, я уточню этот вопрос. То есть, наверняка... Если коротко, то до конца семестра меньше трех недель осталось, ну и, соответственно, конец семестра – это начало сессии. И в сессию хочется, наверное, состояться на подготовке к экзаменам, а не на выполнении домашних работ. Да, ну, это объяснимо. Хорошо, я думаю, что так как у нас три недели, а так как сроки домашних заданий у нас неоднократно затягивались, то по просьбам трудящихся давайте одно еще домашнее задание у нас будет в этом курсе. Да, в принципе, для очень желающих, для тех, кто отстает, мог бы подготовить еще одно, ну, то есть два в сумме сделать, и там, если кому-то не будет хватать финальной оценки, то можно будет улучшить ситуацию без достижения экзамена. Я нашел расписание. Прикладное программирование стоит консультация 27 января, экзамен 28. Окей, несколько позже, чем я ожидал, но хорошо. Будет у вас время пересмотреть занятия. Там до этого просто экзамены достаточно плотненько стоят. Я думаю, что там можно что-то раньше сообразить. Ну, это не то, чтобы сильно влияет. Зато будет достаточно времени на проверку всех оставшихся ДЗ. Так. Не общая дата, видимо, потому что второго курса… Ну, я смотрел для своего третьего курса, для своей группы. Это уточним. И в случае необходимости можем сделать несколько разных дат. Мне, в принципе, не особо критично. То есть этот вопрос мы решим через администрацию. Да. Вот такой офф-топ вопросик. А почему в Расте это просто не сделали? Или есть какая-то причина, почему в компайл тайме не считаются флоты? Я когда делал Raytracer, я хотел там константные цвета позадавать. И он мне сказал, извини, флоты я не складываю в компайл тайме. Поэтому мне это не получилось, константный конструктор, сделать. Это хороший вопрос, честно говоря. Это довольно странно. Сейчас я быстренько попробую. Сейчас, секундочку. Я открою. Мне даже интересно стало. Я открою свой проект и посмотрю. Потому что я помню, что там есть какие-то API-константные функции, которые с флотами работают. В частности, цвета как раз-таки генерируются. Так, я так вспомню, как называется. Типа. Расписание в сумму. Так, так, так. Сейчас, секунду. Я уже почти открыл то, что мне нужно. А, нет. Тут у нас просто, да, просто инициализируются поляники. Арифметические действия, в общем-то, не происходят. Ну да, я думаю, есть какие-то, я, честно говоря, не знаю, есть какие-то, наверняка, практические причины, связанные с, возможно, анализом корректности этих операций. Может быть, с нанами что-то связано с тем, что мы можем получить какие-то... Ну, с другой стороны, нана у нас в языке абсолютно безопасные значения. Их можно применять. Возможно... Нет, ладно, не буду гадать. Может быть, это... Эти операции могут частично как-то зависеть от платформы, на которые вы компилируете. В результате вы можете получить разные результаты, компилированные на разных машинах. Но это вряд ли, конечно. Это должно быть все зафиксировано. Зафиксировано. Хорошо. На этой ноте давайте будем завершать. Отправляюсь загружать... Загружать запись и читать Telegram чат. Всем спасибо, кто присутствовал. Еще увидимся. До свидания.